По последним данным, 44 человека стали жертвами лесных пожаров на севере Калифорнии. По-прежнему 200 человек числятся пропавшими без вести. Нынешняя стихия уже побила несколько рекордов. Это самый смертоносный и самый разрушительный лесной пожар за всю историю штата. Уничтожено более 7 тысяч зданий. Большая часть из них это жилые дома. Они превратились в пепел. Вот, например, что стало с городком Магалия. Слева его карта. Сейчас вы ее видите. Сотни частных домов на горных склонах. А справа то, во что превратился городок сейчас. Дымящиеся руины. Поздно вечером в понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим бедствия. Это следующий после режима ЧП уровень тревоги. Он позволяет привлечь в Калифорнию для поисково-спасательной операции федеральные силы, а также миллионы долларов. Из бюджета уже сейчас с огнем пытаются справиться 8 тысяч пожарных. Кроме того, эксперты пытаются выяснить причины, по которым вновь уже который раз за этот год в Калифорнии горит лес. Впрочем, даже если с огнем удастся справиться в ближайшее время, штату угрожает еще одна опасность. Уже сейчас значительную территорию вокруг эпицентра пожаров накрыл смог. Кроме того, местные жители сейчас обсуждают возможную радиационную опасность. Дело в том, что огнем уничтожена значительная часть территории ядерного полигона Санта-Сюзанна. Экологи отслеживают содержание в воздухе опасных веществ и утверждают, что пока угрозы нет. Но власти Калифорнии запустили для местных жителей специальный сайт. На нем в режиме реального времени можно отслеживать распространение пожара. Сейчас вы видите как раз его на своих экранах и последствия того, что принесла эта стихия. Все, что на этой карте отмечено черным цветом, как сейчас показывают на наших экранах, черным цветом отмечены дома, которые полностью уничтожены. Более чем на 50% некоторые дома уничтожены полностью. И вот, как мы видим, выжжены целые улицы. Это один из населенных пунктов, тот самый городок Парадайз. Сейчас у нас на связи Елена Никитская, жительница Сакраменто. Это северная часть Калифорнии. Елена, приветствую. Слышите ли вы студию? Здравствуйте. Да, хорошо вас слышу. Вы меня слышите? Да, Елена, спасибо большое, что присоединились к нам в прямом эфире. Прежде всего, ну, последняя информация, что вообще, какие настроения сейчас у вас в Сакраменто? Чувствуете ли вы вот этот вот смог, о котором говорят местные жители? Мы последние несколько дней обсуждаем эту тему, говоря о том, что вот смог, это действительно проблема стала не только для эпицентра, собственно, лесных пожаров, но и окрестностей, ближайших окрестностей. Какая у вас сейчас обстановка и что происходит? Вы знаете, мы не просто чувствуем, а буквально вчера я получила вечером поздно сообщение своего университета, Сакстейт, это один из главных университетов в нашем штате, что сегодня полностью закрыт кемпус, все занятия отменены по причине смога. Нам рекомендуют не выходить на улицу. Если мы выходим, то мы носим специальные маски, потому что в субботу, особенно в воскресенье, это чувствовалось особенно, так как слезились глаза, резались глаза, и было очень тяжело дышать, то есть такой запах гари и стоял везде. Он стоит в машинах, в наших городах, и сейчас я скажу, что мы следим за картой буквально каждый час, какая ситуация с воздухом. И наш сокроводок. Елена, я прошу прощения, что перебиваю вас, но вот просто интересно, визуально как-то видно вот этот смог, который накрыл город, то, может быть, у вас есть возможность показать как-то, как это выглядит, например, вы знаете, сейчас будет, и сейчас солнце, но я могу попробовать выйти на улицу, если вы хотите, я покажу, все равно видно вот эта дымка, особенно ярко она была видна в субботу-воскресенье, потому что ты просто был в каком-то тумане. Но этот туман, вы же знаете, что наш штат, он яркий, вот я не знаю, видно вообще, какой дым стоит, коричневый такой смог, то есть он практически вокруг, у нас солнца не видно, вот посмотрите в солнце. Камера, я так понимаю, не позволяет рассмотреть, это видно, да, серое небо, но очевидно, как раз это следует этого смога, который накрыл вас. Сторонний небо этот смог стоит, то есть ты как будто свойств какое-то облако, общаешься даже с человеком, когда ты находишься на улице, но запах неприятный и тяжело дышать, то есть сейчас он идет как опасный для жизни, как нездоровый 169, когда норма 50. Те, кто могли, они стараются либо уехать из города в Неваду, в какой-то близлежащий штат, либо стараться меньше выходить на улицу, чтобы вообще находиться в доме. Елена, а что предпринимают местные власти, прежде всего для защиты людей, которые сейчас находятся в Сакраменто, и которые, ну, судя о том, что вы говорите о проблемах с дыханием, которые, ну, очевидно, у кого, особенно, например, астма, можно предположить о том, насколько тяжело им сейчас переживать это, какие-то особые меры, может быть, раздача медикаментов, может быть, специальных предметов, которые бы помогли защититься. Такого именно я ничего лично не видела, не слышала. Единственное, что вот просто какие-то университеты или официальные учреждения, они объявляют свободные дни, то есть делают выходные. Но у нас, например, в таких магазинах, как Home Depot, Walmart, полностью раскуплены все маски, просто полки пустые. Невозможно их где-либо найти. Люди стараются как-то сами себя, насколько это возможно, обезопасить. Конечно, вот сейчас показываются докадры. Огромное вообще спасибо нашим пожарным, потому что на самом деле герои, более 8 тысяч человек сейчас находятся on duty на службе и стараются оградить линии города. Вообще, вы знаете, удивительная ситуация вообще с Сакраменто, то, что мы сейчас в Калифорнии, это не только campfire, который с севера дует пожар, то есть мы окружены пожарами. На юге, вблизи северо-запада Лос-Анджелеса, другой пожар, Wolfsie Fire, который находится рядом с Санта-Сюзанна в филд-лаборатории, которую вы сказали по исследованию ядерных отходов, где он находится. То есть, получается, смог у нас идет с кемпфаера, и так как Сакраменто находится в долине, то весь этот воздух, вот эта вся гаря, она остается здесь на данный момент. Но я даже не знаю вообще, как это все трактовать, потому что это не сезон на данный момент пожаров, и обычно это происходит летом, и в один и тот же день три больших пожара, Wolfsie, Campfire и Hillfire на севере и на западе, практически по одними и тем же причинам возникли. Вот по отчетам PG&E наших электростанций, пожар возник за две минуты вблизи Лос-Анджелеса по неисправности щитка, электрощитка, и за 15 минут по неисправности электропроводу. Наталья, как раз я с вами хотел обсудить как раз вот эту, собственно, причину вот этих пожаров, потому что мы наблюдаем, об этом говорим каждый год, а может быть даже каждые несколько месяцев. Лесные пожары в Калифорнии, несколько очагов. Год назад это были окрестности Лос-Анджелеса, по-моему, даже были части города, когда показывали вот эти вот кадры, когда люди пытаются по территории Лос-Анджелеса едут и в окрестностях пылающие вот эти вот склоны гор. Собственно, это происходит регулярно. И вот в том числе вот эти версии о том, что это все связано с линиями электропередач, о том, что это не обслуживается, о том, что может быть в каких-то населенных пунктах как раз дома построены под линиями электропередач. Это в том числе объясняется как попыткой разрешить ситуацию с жилищным кризисом, что люди строят себе дома в неприспособленных для этого участках. Что вообще говорят о причинах от этого? Насколько это какая-то системная такая проблема? То есть действительно это связано вот именно с коммуникациями, с линиями электропередач? Что говорят мне? Сейчас на самом деле есть официальные новости, которые говорят сейчас, что under investigation, под расследованием находятся проблемы возгорания. И есть неофициальные, которые выдвигают различные блогеры, журналисты, выставляют в YouTube ролики различные доказательства этого всего. То есть вот буквально вчера моя знакомая подруга, журналист, телевизионщик и фотограф Людмила Нагерняк, если вы сможете показать эти кадры... Она как раз у нас сейчас на связи. Я думаю, что у нас есть возможность как раз ее подключить к нам, к этому разговору. Слышите ли вы нашу студию? Людмила? Да. Людмила Нагерняк, это фотограф, которая была, собственно, в том самом городе Paradise, который сгорел буквально несколько дней назад. Расскажите, пожалуйста, что вы там видели. У нас есть возможность показать снимки, которые вы сделали там. Вот мы как раз сейчас будем смотреть. И расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, собственно, что вы там видели. Конечно, я вам хочу сказать, фотоаппарат, может быть, еще до конца все не показывает, то, что мы там пережили и почувствовали. Ты попадаешь буквально в этот город, подъехали мы к этому городу. Естественно, дороги все перекрыты, нас встретили полицейские, военные. Я бы сказала, 92% разрушенный город. Открытые магазины, даже ювелирные магазины были открыты. Я представила, как это было страшно и ужасно, что люди даже не закрывали это все, убегали. Мы видели машины прямо на дороге, прямо по центру, где понятно было, что человек просто бежал оттуда. Я когда-то раньше была в этом городке, приезжала с мужем своим, я мечтала там фильм снять. Насколько он был красивым, интересным. Эти были дороги и красивые дома. Сегодня это, к сожалению, очень жутко смотреть. Такое впечатление, вроде бы, это не то, что просто пожар или пожарик какой-то прошел, но это, я бы сказала, больше это катастрофа. Это катастрофа, где ты едешь сейчас по этим улицам и смотришь, исчезли дома, какие-то игрушки валяются, какие-то велосипедики детские. И ты четко понимаешь, что здесь была семья, здесь были дети, здесь был детский крик. Но это тяжело очень смотреть. И что самое страшное, то, что еще вот этот газ, какой-то ядовитый такой дым, он до сих пор еще продолжается дыметь это все. И нам было тоже очень тяжело дышать. Маски, можно сказать, даже не помогали. Насколько я приехала, уставшая была. И головные боли от этого всего. Так я представила, как люди там это все пережили. Даже те, которые остались в живых в этом дыму, это на самом деле, они, наверное, скорее всего, задыхались от этого дыма и таким образом, наверное, погибали. Потому что это просто невозможно смотреть. Мы видели, это все как бы вот магазины, как было открыты, так он и остался открытым. Людмила, я так понимаю, что большая часть жителей этого города все-таки была эвакуирована. Там остались люди, собственно, в момент, когда этот город накрыл лесной пожар, там остались люди, которые отказались эвакуироваться. Что говорят те люди, которые сейчас там работают? Что сейчас будет с этим местом? Дело в том, что никакой информации они не дают. Дело в том, что мы смотрели и видели, есть такие машины, которые именно, которые подбирают людей, которые находят людей, где они там ездят. Но я, честно говоря, я не хочу эту информацию говорить, потому что мы не знаем, но там есть такая фотография у меня, где ленточки красные, это значит, человек выбрался, значит, человека нашли. Или он выбрался, или нашли, или он нашелся сам, но там, где не было ленточки, то это в основном показывает результат, что неизвестно, где этот человек, то ли он погиб, нет у этой ленточки. То есть, ну, это большинство было, потому что мы ездили по всему этому району, по всему городу. Такое впечатление, что вот действительно, вроде бы какая-то ядерная война произошла, и все. И вот катастрофа вот эта. Людмила, а вы смогли свободно проникнуть вот на территорию этого сгоревшего города? То есть там нет какого-то отцепления, нет патрулей полиции, которые мешают, вот именно попытаются ограничить, например, в подобных ситуациях. Я знаю, что очень часто выставляют оцепление для того, чтобы мародеры не действовали, чтобы не, опять же, не зашли в те самые ювелирные магазины и не украли какие-то ценности. То есть, насколько вот охраняются вообще вот эти вот сгоревшие города, которые были эвакуированы? Что там происходит? Как-то сохраняется там правопорядок в этом смысле? А дело в том, что вы туда не подъедете. Там город полностью, он пустой. Но до того, как вы должны заехать вообще в этот район, в эту территорию, там уже стоят полицейские и военные, вас там не пропустят. Нас то пропустили, потому что у нас есть все регистрации, СБС-ньюс, как бы мы в таком стоим, как режиссеры, ой, говорю, как репортеры, новостей. Пропуска журналистов. А? Пропуска журналистов. Да. Да, удостоверение. То есть вы как журналисты, не как обычные рядовые жители, смогли, собственно, оказаться на этом месте. Собственно, наверное, вопрос к вам, Елена. Какие сейчас, может быть, уже известно, компенсации, помощь какая-то тем людям, которые потеряли все вот в этом пожаре, потеряли свой дом? Вы знаете, как мы видим, сейчас очень много в социальных сетях выставляется организованная, даже, я бы сказала, просто общественностью, людьми, сборов, помощи на одном 50 тысяч, на другом 100 и больше. То есть люди собирают на целые районы. То есть выставляют, какое количество домов здесь было в этом районе сожжено и выставляют помощь, чтобы хотя бы оказать. Даже у нас здесь в магазине есть такой, оверстак аутлетс, и они сейчас тоже делают сборы, они отправляют туда одеяло и матрасы из Сакрамента, просто людям оказывая первую помощь, которые были эвакуированы. Насчет государства я не знаю, еще пока не было никаких данных, какую помощь окажет государство. Скорее всего, это будет уже решаться как-то со страховыми компаниями и с какими-то государственными фондами. Но пока очень много волонтеров, которые небезразличны к людям, собирают какие-либо вещи первой необходимости, отвозят туда, в эти приюты, центры, которые открыты, которые принимают людей там. Так как сейчас, в принципе, люди остались без слова. Как уже Людмила сказала, это 92% сгоревших домов. Да, Людмила, ну, собственно, вы планируете вернуться, может быть, в этот город и дальше отслеживать, собственно, что там будет? Может быть, в другие планируете поехать? Города, которые пострадали от этого лесного пожара? Нет, мы собираемся еще раз поехать. У меня есть знакомый, который мы с ним ездим. Собираемся в ту же точку поехать, там, где именно горит еще. Мы хотим туда проехать. Я не знаю, насколько туда нас, конечно, пустят, потому что, в принципе, это надо ехать с пожарниками. А так один ты не сможешь поехать. Поэтому мы сейчас продумываем, как бы туда пройти. Потому что не везде нас могут пустить для безопасности. Спасибо большое, Людмила. Нагеряк-фотограф была у нас на прямой связи из Калифорнии. Она бывала в том самом городе Парадайс, который был полностью уничтожен вот этим лесным пожаром, который прямо сейчас продолжается на территории северной части Калифорнии. Мы продолжаем, собственно, жительницей города Сакраменто, Еленой Никитской. Елена все еще остается у нас на связи, я так понимаю. Да, я здесь. Да, Елена. Собственно, вот объявлено у вас в штате режим стихийного бедствия. То есть это не режим ЧП, это режим, то, что по-английски называется, режим катастрофы, да, максимальный уровень мобилизации, привлечения федеральных сил, средств и так далее. Ну вот, может быть, какие-то... Как это внешне выглядит? Есть ли какие-то, может быть, военные, спасатели, которых вы видите на улице? Как это в обстановке вообще чувствуется? Вы знаете, именно зоны, где происходят на самом деле самые огненные сейчас регионы пожара, они находятся от нас примерно в 120 километрах от Сакраменто, туда на север, и в более чем 800 километров на юг, это в части Лос-Анджелеса. То есть именно у нас в Сакраментое я не вижу, чтобы у нас как-то это проявлялось в виде военных, в виде каких-то служб. Скорее, больше здесь уже открыты некоторые точки, куда эвакуируют людей, куда люди привозят сюда, привозят их в столицу и находят какие-то шелтеры, скажем так, места, убежища. Но вообще это стихийное бедствие считается одним из самых ужасающих для нашего штата. Это самый огромный пожар, нанесший больше всего ущерба. Только Кемпфайр, это 200, вернее, 113 акров леса уже сгорело, и Вуфи Файр, это 200 тысяч акров леса тоже сгорело. Да-да, мы как раз про это уже говорили, о том, что действительно это стал этот пожар, который сейчас бушует, несколько очагов на самом деле, но если вот объединить их все вместе, то уже по той информации, которую мы имеем на данный момент, это действительно уже самый смертоносный, по числу погибших 44 человека, уже числятся официально признаны погибшими, и самый разрушительный лесной пожар, в результате уничтожены несколько тысяч, по последним данным, около 7 тысяч зданий, действительно. Елена Никитская, жительница города Сакраменто, на севере Калифорнии, была у нас в прямом эфире. Елена, я вас благодарю. Мы продолжаем сквозной эфир на RTVI.